МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня пятница, 28 октября. В студии Мария Антонова в эфире новоуральской вещательной компании информационная программа «Объектив». Я и мои коллеги расскажем о последних событиях. Коротко о главном. Свердловские промышленники участвуют в строительстве уникальной плавучей атомной электростанции, которая будет работать в Заполярье. Инновационный проект реализует госкорпорация «Росатом». Экс-глава Новоуральского городского округа Александр Зайцев и действующий депутат Думы Сергей Подвинцев могут быть представлены к почетной грамоте ЗАГС Собрания Свердловской области. На очередном заседании Думы Новоуральского городского округа обсудили больше 20 вопросов. Делегаты от 66 первичных организаций Территориального комитета профсоюза провели пятую конференцию, где выбрали председателя Теркома. Юные новоуральцы приобщаются к народным традициям. Сегодня в детском саду номер 22 прошел главный праздник осени. Теперь подробнее. В самом северном городе России, Певеке, на Чукотке, началось строительство инфраструктуры для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «ПОТЭС» Академик Ломоносов. Инновационный проект по строительству первой мобильной атомной станции реализуется госкорпорацией «Росатом» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас в северной столице идет наладка ПЭП – плавучего энергоблока, предназначенного для работы в составе атомной электростанции. Испытания идут с 1 июля 2016 года до октября 2017 года. После этого «ПОТЭС» как готовый объект поставят по Северному морскому пути к месту работы и подключат к береговой инфраструктуре в Певеке. Осенью 2019 года «Росэнергоатом» проведет испытания станции и введет в эксплуатацию, после чего она станет самой северной атомной станцией в мире. Этот уникальный в своем роде проект мобильного энергоблока предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. «ПОТЭС» разработана с большим запасом прочности, который превышает возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для природных катастроф и суровых условий Арктики. Предприятия Свердловской области не остались в стороне от масштабного проекта. В частности, Нижнетагильский металлургический комбинат «Евраз» поставляет прокат на единственную в мире плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов». Первая тысяча тонн двутавровых блоков повышенной прочности 345 длиной 15 метров, предназначенных для строительства гидротехнических сооружений «ПОТЭС», уже отправлена на объект. В 2017 году «Евраз» планирует поставить для станции еще 1500 тонн металлопроката. Уральский электрохимический комбинат в составе ТВЭЛ обеспечит уникальную атомную станцию ядерным топливом. Напомним, губернатор Евгений Куйвышев отмечал потенциал предприятий Среднего Урала, в частности, создание оборудования для всех отраслей экономики, а также рекомендовал индустриальным компаниям принимать самое активное участие в научно-производственной межотраслевой кооперации. На очередном октябрьском заседании Думы Новоуральского городского округа съемочная группа нашей компании традиционно наблюдала за работой депутатов. За три часа народные избранники успели скорректировать ряд местных нормативных актов и своих же собственных решений. В общей сложности в повестке дня два десятка вопросов. Продолжение темы у Ольги Бертье. Депутат Новоуральской думы 1-5 созывов, экс-глава Новоуральского городского округа Александр Зайцев и нынешний депутат Думы Новоуральского городского округа Сергей Подвинцев представлены коллегами по думе к почетной грамоте ЗАГС Собрания Свердловской области с формулировкой «За вклад в развитие местного самоуправления на территории Новоуральского городского округа». Областной комиссии по наградам теперь предстоит в действительности оценить заслуги каждого и удовлетворить ходатайство новоуральских депутатов или нет. На этот раз обошлось без текущей корректировки бюджета. Зато очень прогрессивным, учитывая прогноз по бюджету будущего года, можно назвать объем и финансирование мероприятий, вошедших в перечень мер по соцподдержке новоуральцев в 2017 году. Достаточно жарко было при обсуждении готовности к очистке округа в зимний период и итогов выполнения программы развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в округе за 9 месяцев. Подробнее об этом в понедельник в программе «Объектив. Итоги». Также голосованием и принятием решения депутаты обозначили позицию городской думы по двум из трех налогов – земельному налогу и навмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления от которых идут в местный бюджет. Ставки остались без изменений. Давняя хорошая новоуральская традиция – значимые награждения проводить на думском заседании. Благодарственным письмом главы Новоуральского городского округа награждена Кристина Избитская, председатель молодежной думы округа первого созыва. Напомним, Новоуральская молодежная дума первого созыва проработала два полных года. Ее представители стали первопроходцами становления и реализации молодежных инициатив и в целом молодежной политики в округе. Это же все-таки была общественная работа, она работает на комбинате и занималась у нас после 18 часов, всегда по пятницам были заседания, надо эту традицию продолжить в детской библиотеке. Плюс ряд проектов были инициированы, они начали реализовываться в городе, в том числе велопроект, и он продолжается. Поэтому помогайте новому составу думы, вообще работая сегодня уже в общественной палате города и являясь членом молодежного совета госкорпорации «Росоплод». Спасибо. Две серьезные награды – диплом победителя областного смотра конкурса «Лучший лагерь-2016» и победителя фестиваля «Лето в фокусе» завоевал Новоуральский муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Самоцветы». Принимая награды, директор «Самоцветов», новоуральский депутат «Единоросс» Александр Волков отметил, что в обеих победах заслуга не только его коллектива, но и новоуральской администрации, депутатского корпуса и управления образования. На территории Свердловской области 74 лагеря. И когда выбиралась за летнюю заюнюю кампанию вся эта процедура проходила, выбрали именно наш лагерь, потому что он оказался в самой лучшей Свердловской области. Больше нету, второго места нету, третьего места нету, он один и единственный. И самое главное, Владимир Николаевич, мы буквально в том году не были в числе призеров. Почему? Это вручается победителям только, может, через год. А в прозапрошлом году у нас такая ситуация была. Мы тоже были лучшие из Свердловской области. Так что это некая тенденция, некая хорошая традиция. Так что всем большое спасибо, Владимир Николаевич, вам отдельно, за поддержку. Проектор, прилагающийся к диплому победителя смотра конкурса в качестве подарка, уже находится в центре внешкольной работы. Непосредственное обсуждение вопросов повестки дня Октябрьского заседания на Уральской думы прошло без участия ее председателя, Владимира Машкова. Он направился в московскую командировку на правительственное заседание по ТОРам с участием замминистра эконом-развития Российской Федерации Александра Цибульского и глав всех шести муниципальных образований, стремящихся стать ТОРами. На 2 ноября совещание на эту тему назначено в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области. В нем будет участвовать Алексей Орлов, на сегодняшний момент замещающий в правительстве ряд высоких должностей, в том числе временно исполняющий обязанности председателя правительства. Также в совещании будет участвовать замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрий Нисковских. Уже практически готовятся проекты решений, дай бог, чтобы все было нормально. На сути дела мы почти всю работу завершили, документы все подписаны, в том числе дополнительные, которые просили. Я думаю, вот то, что Сергей Владимирович обозначал, ноябрь месяц, в принципе, все этим занимаются. Я думаю, что обратного пути нет. Процесс уже необратим, и нам надо до конца, до конца года завершить этот этап. А дальше уже пойдет работа по каждым конкретным территориям, конкретным проектам и конкретным резидентам. В том числе я включаю, естественно, экологические экспертизы, слушание все необходимое. Но это уже работа федеральной управляющей компании, которая фактически создана. И сейчас, в ближайшее время, будет создаваться филиал управляющей компании в регион. Ольга Бертия, Дмитрий Кузьмин, Новоуральская вещательная компания. Итоги работы профсоюзных организаций, городских предприятий за последние пять лет накануне подвели делегаты конференции Тиркома. В Театре музыки, драмы и комедии, где проходило мероприятие, побывал Никита Евсеев, делегат от Новоуральской вещательной компании. Ему слово. Тирком – это одна из крупнейших профсоюзных организаций нашего города. Она объединяет под знаменами профсоюза работников атомной энергетики и промышленности 66 организаций Новоуральска. А это почти 5300 человек. Задачи у профсоюза стоят всегда одни – отстаивание интересов работников охрана труда на предприятии и другое. Мы по-прежнему, как и в прошлом году, настаиваем на том, что индексация заработной платы была включена в коллективный договор. Она практически везде включена, но чтобы она проводилась в реальной жизни. Делегаты конференции, а их было почти 160, заслушали отчет руководства Тиркома ревизионной комиссии. Единогласно присутствующие проголосовали за удовлетворительную работу городского профсоюза. На собрании присутствовали высокопоставленные гости, которые отмечали, что профсоюз хоть и меняется, но всегда стоит на страже интересов работников. Сидел, слушал Светлану Сергеевну выступающих и просто сравнивал, а как проходили конференции, когда я работал в профсоюзе. Ведь тогда вопрос защиты трудящихся, он точно так же декларировался. Но ситуация коренным образом поменялась. На конференции делегаты избрали председателя профсоюза. Им стала бессменный лидер Тиркома Светлана Тюменцева. Также выбрали членов Тиркома и новую ревизионную комиссию. Более подробно о пятой отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза расскажем в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги» в понедельник, 31 октября. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. До 1 декабря 2016 года всем жителям Свердловской области, как и россиянам в целом, предстоит уплатить ряд налогов – земельный, транспортный и налог на имущество, находящиеся в собственности. Эта обязанность распространяется почти на 37 тысяч новоуральцев. При этом общая сумма налога, начисленного на их недвижимую собственность, составляет чуть больше 42 миллионов рублей. Ольга Бертье расскажет подробнее. Ряд новостей по налогу на имущество физических лиц, о которых замначальника межрайонной инспекции номер 28 по Свердловской области Любовь Акзамова, поведала сегодня в студии Новоуральской вещательной компании. Новость первая. Налоговые уведомления, которые получает в этом году налогоплательщик, сводные с информацией о налогах, начисленных на все объекты, находящиеся у него в собственности на территории Российской Федерации. Новость вторая. Налогоплательщики-пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет» получат налоговые уведомления только в электронном виде. По почте его повторно направлять не будут. Таково требование законодательства, которое позволит уменьшить расходы государства на отправку налоговых уведомлений. Новость третья. Изменился порядок льготирования по налогу на имущество. Ранее у нас вообще пенсионеры были освобождены от уплаты налога на имущество по всему имуществу, которым они владели. То есть сколько бы квартир, домов, садовых домиков у них в собственности не находилось, гаражей, да, гражданин писал заявление и полностью освобождался от уплаты налога. То теперь, начиная с 2015 года, льгота предоставляется на один вид имущества. Что это значит? Что льгота будет предоставляться на один жилой дом, на одну квартиру, на один гараж, на один садовый домик. То есть если гражданин всем вот этим владеет в одном количестве, да, то он, как обычно, получит льготу, у него по факту сумма налога к уплате будет ноль. Но если при этом у него возникает две квартиры, то сумма налога, которая будет меньше на квартиру, он на нее будет платить. Поэтому сейчас, да, к нам пенсионеры наши обращаются, говорят. У которых дети переписали все. Ну, у которых более одного вида имущества. Они к нам обращаются и начинается, конечно, диалог с того, что вы тут все ошиблись. Мы не ошиблись. Или вы все плохие, да? Ну, это да. И это требование закона, которое мы, как и граждане, должны исполнять. Четвертая новость о налоге на имущество за 2015 год. При его расчете 404-я статья Налогового кодекса Российской Федерации впервые потребовала применения коэффициента дефлятора к инвентаризационной стоимости недвижимости. В связи с этим очень много вопросов на последнем заседании Думы возникло у навуральских депутатов. Дело в том, что в нашем округе, как, впрочем, в большинстве муниципальных образований России, депутаты в интересах жителей год за годом устанавливают прогрессивную шкалу налогообложения. То есть, чем выше инвентаризационная стоимость дома или гаража, тем выше размер налоговой ставки. И, соответственно, больше сумма самого налога. Благодаря же применению дефлятора получилось, что теперь стоимость имущества налогоплательщика часто переходит в другую, более дорогую категорию. Соответственно, применяется другая, более высокая ставка и, соответственно, значительно вырастает налог. Если точнее, как минимум, на 14,7%. Но порой и в разы. Депутаты попросили помощи у специалистов-налоговиков. Им принимать новые ставки и народные избранники хотят учесть это обстоятельство, чтобы в будущем налог, который придется платить теперь уже за 2016 год, не ударил по карману новоуральцев-налогоплательщиков. Ольги Бертье, Дмитрий Кузьмин, Николай Ларионов, Геннадий Донгузов. Новоуральская обещательная компания. Полное интервью с Любовью Акзамовой, заместителем начальника межрайонной инспекции номер 28 по Свердловской области. Смотрите 3 ноября, в четверг, после программы «Объектив». К другим темам. В этом году более 10 дворов включилось в муниципальную программу софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий. Жители собирают 5% от стоимости работ. Город доплачивает остальные 95%. Программа в нашем городе пользуется популярностью. И муниципальные власти опасаются, что на следующий год бюджетных денег на ремонты дворов может не хватить. Тему продолжит Антон Сапогов. Программа софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в нашем городе выстроена на самых привлекательных условиях. Жители должны собрать в складчину всего 5% от стоимости работ. Но и эта сумма зачастую немаленькая. Например, чтобы капитально отремонтировать внутри дворовой проезд по адресу Сверлова, 15, необходимо собрать, по словам одного из жителей, 530 тысяч рублей. Другие виды работ тоже стоят недешево. Освещение. Где у нас освещение общедомовое? Посмотрите где. Фонарей ни одного нету. Освещения у нас нету. Больше 25 лет. Так же, как и дорог нету. Администрация знает о проблемах дома номер 15А по улице Сверлова. Есть в доме активный житель, активный собственник, который обращает внимание на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. И на то, что во дворе этого дома по вечерам действительно темно. То есть в 2016 году за счет бюджетных средств будет выполнен на этом доме ряд работ. То есть в первую очередь уже отремонтирован заезд к этому дому за счет бюджетных средств. Также до конца года будет выполнено внутри квартальное освещение. То есть на фасаде дома появятся энергосберегающие светильники. Это плановые виды работ, которые производят на деньги городского бюджета, либо на средства управляющих компаний. Управляющая компания этого дома выходила к жителям с инициативой отремонтировать асфальтовый проезд. Жители провели общедомовое собрание и проголосовали против. Их смутила стоимость ремонта. И вкладывать в него свои деньги они не решились. Понимаем, что это непривычно, особенно для нашего города, где фактически большинство работ выполнялось за счет средств местного бюджета. Поэтому новшество этого года, уже неоднократно про него говорили, это участие в муниципальной программе. То есть если собственники хотят, чтобы на доме, конкретно во дворе произошли улучшения, необходимо провести собрание и заявиться через управляющую организацию для участия в муниципальной программе на условиях софинансирования. То есть в этом году более 10 дворов у нас увидят изменившиеся дворы. Где-то будет отремонтирован проезд, где-то появится детская площадка. Но особенности этих работ, что в них вложены деньги собственников. То есть 95 на 5, 5% это та сумма, которую оплатят уважаемые жители. Программа софинансирования ремонтов во дворах рассчитана на длительный срок. Но поскольку заявок в нее поступает много, правила вхождения в программу со следующего года, возможно, станут более строгими. Будут учитывать и финансовую дисциплину дома, и готовность жителей вкладывать в ремонт побольше денег, и единодушие между всеми жильцами дома. Антон Сапогов, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. В минувшие дни в стенах детско-юношеской библиотеки состоялась выставка прикладного творчества, подготовленная руками ветеранов и пенсионеров городских организаций. Красоту, созданную теми, кто молод душой, увидела и наша съемочная группа. Ольга Войнова расскажет подробнее. Не стоит думать, что после выхода на пенсию начинается старость. Творчество может стать отличным стимулом для нового витка жизни. Это из года в год доказывают пенсионеры и ветераны городских организаций, которые в минувшие дни похвастались своими творческими работами на традиционной ежегодной выставке прикладного искусства. Эта выставка, она преддверие большому фестивалю, который проходит городской седьмой фестиваль. Он будет проходить в феврале месяце. Так как у нас нет своей территории, то мы предварительно попросили наших участников выставить свои лучшие работы, чтобы можно было отобрать. И уже отобранные работы были направлены на городской фестиваль. Люди, которые приняли участие, они творчески болеют буквально за каждое свое произведение. Мы недаром назвали выставку «Жизнь человек один на один». Один на один они творят. Затем они показывают свое изделие и свои прекрасные произведения людям, и уже жизнь становится прекрасна. Ученые давно выяснили, что творческая активность дарит людям самое важное – жизненные силы и желание жить. Для человека, занимающегося любимым делом, не существует возраста. Увлечение интересным занятием помогает пожилым людям с пользой проводить время, не думать о плохом и, главное, сохранять на достойном уровне интеллектуальную и физическую форму. Рукодельем дома, чтобы даром не сидеть. Вот мои работы, вот я вот такие, вот покрывало вяжу, кукол делаю, внучки, сейчас правнукам игрушки делаем. Вязаные вещи, игрушки мои. Ну, конечно, вечерами приходится время уделить. Где в саду приходится вечером сидеть, где дома. Хочется про внучки сделать что-то красивое. Что-то мои дети еще ходили в кружки. Они умели делать, но они больше шили и вязали крупные вещи. А я решила маленькие игрушки сделать. Представляет эту выставку, значит, наш член организации профсоюзной, Лазаревича Нина Владимировна. Человек очень, значит, с чувством прекрасного. На пенсии раскрылись все ее возможности, и теперь она вышивает лентами у нас. Она участвовала в других выставках, но конкретно в профсоюзной организации первый раз она участвует. Позиция представлена из серии фотографий, значит, деревянное зодчество Нижней Синичихи. Ученые доказали, что пенсионеры, ведущие активную социальную жизнь и занимающиеся творчеством, дольше остаются молодыми и здоровыми. Прикладное творчество тренируют мелкую моторику, пальцы рук становятся более послушными и гибкими, а также помогают поддерживать интеллектуальную активность. Ольга Войнова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В эти дни в дошкольных учреждениях города проходят утренники, посвященные главному празднику осени. Осенины сегодня отмечали в 22-м детском саду в англоговорящей группе. К народным традициям вместе с родителями малышей приобщилась и Наталья Ребрищева. Осенины – это народный праздник прощания с летом, встреча красавицы осени. Четырехлетки знают и с удовольствием рассказывают, что к этому дню крестьяне уже собирали урожай, складывали в закрома на всю долгую зиму. Теперь наступает время, когда нужно поблагодарить землю за ее щедрые дары. Осенинам сегодня были посвящены песни, загадки, стихи, которые ребята сами исполняли перед гостями и родителями. Это не просто праздник осени. Для четырехлеток это еще и возможность пообщаться на иностранном языке. Куп из хэпи. Куп из хэпи. Куп из хэпи. Кэп из хэпи. Кэп из хэпи. Бульф из хэппэ. Английский язык эти малыши изучают второй год подряд. В 22-м детском саду работает билингвальная группа, в которой дети погружаются сразу в русскую и английскую среду. Педагоги работают по собственной инновационной программе в рамках всероссийского проекта «Школа Русатома». И для таких малышей, судя по их выступлениям, нет языковых преград. У нас сегодня праздник осенины. И наши ребятки ведь необычные. Мы же погружены в английскую среду. И сегодня мы покажем нашим гостям уже, как проходит праздник на английском языке. Как мы умеем веселиться на английском языке. Малыши с удовольствием изучают русские и народные традиции, постигают азы математики, изучают окружающий мир. Все новое ребята постигают в двух языках, причем с огромным удовольствием. И даже гостей встречали сегодня по-особенному. Дошкольное образование – это первая ступень воспитания малышей. И что мы заложим во внутренний мир ребенка, во многом зависит от родителей и педагогов. Таких неравнодушных воспитателей, как в детском саду «Надежда». Ведь именно этот садик – первый в России сетевой детский сад проекта «Школа Русатома». В рамках этого проекта свою уникальную образовательную методику в конце ноября в Трехгорном будет представлять в финале конкурса Юлия Федотова. За воспитателя переживают и дети, и родители, которые желают Юлии Викторовне только победы. Наталья Ребрищева, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Наш выпуск подходит к концу. Новоуральская вещательная компания продолжит вещание в понедельник, 31 октября. В 19.25 – показ фильмов, снятых новоуральцами в рамках проекта «Слава Созидателям». В 20.00 смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». Мне осталось познакомить вас с городскими мероприятиями на предстоящие выходные. Завтра, 29 октября, в 11.00 во дворце спорта «Дельфин» начнется семейный праздник комплекса «Готов к труду и обороне». А киноцентр «Неева» после реконструкции вновь открывает сезон детских праздников перед премьерными мультфильмами. Это значит, что озорные мультяшки, сошедшие с экрана, будут развлекать ребятню веселыми, но при этом познавательными программами. Первое мероприятие для юных зрителей кинотеатра пройдет в фойе в это воскресенье, 30 октября, в 10.30 утра, перед новой серией «Мульткино». Подробности по телефону 6.01.60 и на сайте www.kinoneva.ru. Это все новости на сегодня. Наш эфир продолжит фильм «Россия. Урал. Рок-н-ролл». Напомню, эксклюзивные права на его трансляцию новоуральская вещательная компания получила от компании «Ростелеком», которая была спонсором создания летописи уральского рок-движения. Приятного просмотра, насыщенных вам выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин